Это называется генерал-геретянкой или еще геологической партийной. Я вам расскажу, что это началось с того, что к нам приехал в посту американец в Латвию. Это было очень давно. И, короче говоря, как раз совпало это дело с первого рождения Синкао и Скара, ну, того старого Скара, который был кашлят, если знаете. Так вот, сначала это все безобразие, то есть мы сначала американцев пригласили в квартиру, в которой он снимал Чита. Ну, если слышали, Чита без H, который на конце, это первый был фронт Демониуса был. Вот, он для себя из Демониуса снимал квартиру. Ну вот, значит, поехали. Только, значит, вам, пожалуйста, вот этот Демониус на квартире у Читы, когда будет встреча американцев. Не закрывайте дверь. Не закрывайте дверь, еще, может, народ подойдет. Так вот, вот это, как говорится, вот такая вот, типа, вот такая вот фотка. Так вот, ну и, соответственно, типа, а как, у нас, как говорится, как-то собираются були, обязательно что делать? Типа, нажраться. Вот. Типа. А, это следующее. Короче, вот типа, народ типа это самый. Вот этот Чита, кстати, вот этот Чита без H в конце, который не падает, который в первую руку от Демониус. Вот. Вот это Кир Акапунду такой. Это Тейл Кашки. Вот это Скар сам по себе. А это такой товарищ Шап. Вот. Вот с чего все началось. Вот это список народа, который поехал. Звездочками отмечено водитель. Я тогда еще машину не водил. Водитель Синкао. Вот. Везет Скара. Водитель Блэклайн. Везет Кира, Читу, Демониуса. Кита, Кота, Джарди, Хопу, Юти. Вот. Нет, все переместились. Не очень combine. Короче говоря, непонятно, делкачная лапа. С übrigensа следующее. Короче говоря, приехали все туда. А прикольно то, что типа, стаканы-то купили-то большие для мимо, а стаканчики, для ботки замыли. Это у нас молодой Black Lion, Биткову, СКА, я там замаскировался, муфляжный шапочек. Незаметно. Молодой демонстер. Он мало пьет водки, много герпизирует. Это вот развалит... У каждой писает. На брюшке. И на брюшке тоже. И вообще много еще было. А, типа, короче говоря, отчитывал вообще, такой товарищ не столько алкоголь, он просто буквально бухает. Короче говоря, нажрался, типа СКА такой. Сколько пальцев? Восемь. Вот. Дальше. Непонятно. Неудачная станкология. А, и самое прикольное, что было. Американец смотрит такими глазами на это все. Какой ужас, какой ужас, какой ужас. А, ему, короче говоря, тот самый... СКАР такой протекнул стакан с водкой. Ну что, второй такой стакан. Водки, правда, мало. Все равно страшно. Надо, выпей, типа, хорошо. Американец такой, нет, нет, я водку не буду, я водку не могу. У меня потом ног на руку не будет плохо. Скор такой, без, вот это сейчас будет хорошо. Поехали. Поехали. Американец закусывает. Это я закусываю. А я что-то закусываю. А американец, когда поехал. Типа, что к следующему часу мы не знали, был в хвалмашек, типа, гирный. А делал мальчику? АСБ. Ну, чтобы всем сразу все было понятно. Расскажи про персонажа это в Швеции. Неужели кто-то не читал АСБ? Ну я же АСБ. Все видели, блин. Нет, серьезно, кто-то не читал АСБ. Это, короче говоря, комикс такой был. Про молодого лёгика, который поехал, типа, в колледж. В общежитие. И его, потому что некуда было поселить, его поселили, типа, в общежитии живут гей. Вот. И дальше там куча историй про... Вот это, кстати, гей-страторша этого общежития. Который, между прочим, соблазнил Самого гейского гея в этом корпусе. Самый гейский гей, это Рикки. Да. Но он такой натурал, хитрый. Да, и Рикки его тоже соблазнил. А это, короче говоря, главный герой. А это его кофренд Маркус. Вот. Так вот. Дальше мы будем. Рубите дальше. А, Вик. Не спим. Вот. Потом, типа, сыткаовал, достал пистолет. Вот. Тематика, конечно. Давайте по развлечению. Развлечению фурии, да? Какие там пушистые димашки. Какие там плюшки. Нет. Бутылки поставят, и вы бутылка, бля, из Макарова. А веникалец? Просто бутыл. Офигел. Типа. Дальше. Ну, естественно, захотел стрелять. Вот. А я, честно всему прочему, нацепил на себя, в момент фотоаппарата, еще и сапер дал лопату. Вот. Большой ков. Ну, а че-то, че-то, как всегда, никакой. Он всегда никакой. Че-то уничтожил. Вот. Короче говоря. Типа все нажрались. Типа поехали на броневик. Типа блюшкой. А это броневик Синкава. А броня? Вик. Это не тот броня. Тогда броня еще не было. А это так, на броневике стоит код. Кого сейчас нет. А кто снимал? Да, кто снимал? Сколько он выпил? Да. Кто был точно трезвый? Я не помню, кто снимал. Может быть, его не смогут быть долговать. Они двое были на съемке. Дальше. Вот. Короче, Глент. Типа навод полезу на броневик дальше. Вот. Весный багажник. Да. Дальше. Самый кадр. Да, самый кадр. Рассказываю. Значит. Типа все нажрались. Типа пошли гулять. Причем нажрались конкретно. Значит. И типа блок-лайн такой. Типа навод шатается, не падает. Блок-лайн такой. Типа кое-что собрание. Какой-то фоткает. Типа компрометирующие фотки, компрометирующие фотки. С лопаткой. Короче говоря. Типа. А в другой руке что? Ну-ка. Вот помню что там было. А вообще. А дальше. Дальше я скажу мне. Когда остановиться. Как бы вот. Типа. Слушай. Не хватало. Все готовы, вообще. Горячая деревня такая. Типа. Типа. Я такой, типа, не ключи-то, говорю, ты совесть, типа, имеешь хотя бы темноты, подожди, потому что ты пристаешь, типа, при белом свете. Дальше. А, вот и пошли купаться. Типа, в черное озеро, типа, в черное озеро купаться нельзя, мне надо в черное, блин, страшно. Пофигу, блин, пойдем купаться. Пошли купаться. Вот, дальше. Вот, типа, я купаюсь, где-то начито, боялся зайти, кто-то, говорит, по колено зашел, и все. Вот. Часы после купания живут. То есть, как бы он даже штаны не упал, а его вырубило. Но стояк хороший. А это же не стояк, это у него так пожизненно. Короче, горячий от него. В жалкой попутке надеть на него штаны. Я смотрю, тут себе штанов были. Дальше. Короче, говорите, в водке пановато теткипо. Возвращается, блин, за тусаны, с прогулки. Следующий. Ну, я сколько не выпью, я все-таки в садоке в милицию, а потом ночью. Билет человек. Бах, 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 блин. Управление кольцо. Вот, дальше. Вот. Это вечер уже наступает. Сступает на сознание. Да, да. Типа, кто все эти люди? Что я здесь делаю такое? Я хочу домой. Вот. Это, короче говоря, надо только спать в машину. Синька. Бах. Вот это моя-то ситуация. Чита, баклайон, декор. Да. Кому-то места не хватило. А, я пришел собирать минералы. Получи, как обычно. По коллегам. То есть, сколько не лепишь, все равно профессионализм не забывает. Это моя помощь на грани минералов. Так вот. Дальше. А, это утром. Типа, народ, типа, проснулся уже свеженький, типа, веселенький. Так вот, это самое, это вот, типа, утром после этого, типа, безобразного дня. Вот. Так вот, рассказываю. Самый прикол, из-за чего вообще началось, так сказать, ГП. Значит, все уехали, все нормально, типа. Пойду приезжать в Цинкау. И в Цинкау местные жители рассказывают. Типа, знаешь, говорит, типа, Слава говорит. А у вас, говорит, вот тебя, говорит, не было? А у нас, говорит, в Шатрище. Потом. А у нас, говорит, в Шатрище, говорит, геологи приезжали. Типа, что-то по земле в воздухе, с земли изучали, фотографировали все кругом. Это самое. А старший, говорит, так, говорит, карман минералами на пусту. Говорит, что они с него упали, а он их не замечает или не замечает, и с лопаткой геологической в руках. Ну, касание раздает. Вот. А еще местные башни, типа, в Сельсовете, и сказали, говорит, что вы знаете, а у вас, говорит, все равно еще геологи приехали. Они говорят, как же так? А они, типа, у нас не зарегистрировались. Пойдем и посмотрим. Они, типа, сели на УАЗик и поехали. На горке остановились, посмотрели, и сказали, что я могла бы еще... Ну, да и поедем. Ну и нафиг. Вот. С ними связывался. Так, типа, произошла, как говорится, геологическая партия. Название и само мероприятие, которое проводится в двадцатых числах июня. Вот. Это, как говорится, по поводу именно самой геологической партии. А теперь я вам расскажу. Вот видите, сколько минералов, а потом слезажер я покажу более конкретно. Это вот мы ездили в настоящие, так сказать, геологические места. Дальше. В Карелию. И это вот стоянка на Онежке озере у нас. А, Эрик, дальше. Онежке озеро. Жак, ты одной лапой бахает, а не микрофоном. Да. Ладно. Вот. Онежке озеро. Да и так слышно. Аудитория-то маленькая. Дальше. Это город называется Медвежьегост. Вот эту гостиницу, это гостиница, короче говоря, построили в этом приезду в Киров. Вот. Это в тридцатые годы. Но не столько принципиально. А это вот есть такой, если вы слышали, минералы шунгит. Блин, везде по нему пиздят, то есть вот куноцает всех болезней. Вот это вот вход в запрошную шунгитовую шахту. А в семей шунга, в общем, вот шахта. Внутри шахты. Вот шахта. Вот это вот. А вот это, это месторождение Средняя Падма, это уранобанадевое месторождение. Значит, здесь в свое время добывали уранобанадевые минералы, то есть там дальше шахта будет. А вот это отвалы. Их сверху засыпали землей, все. То есть, как бы, ну, они же радиоактивные, типа, защита там, ну, засыпали, чтоб радиации не было. Короче, для местных жителей, типа, а именно радиацию пофигу, они взяли, например, экскаваторы в домовых краях. И, точнее, смотрите, с этого радиоактивного края отцепают даже дорожки для этих самых, или с подручек. Вот. А, это вот эти самые радиоактивные минералы. Видите, желтые, зеленые, это окислые. Медия окислы, банадия желтые. И, вот, черные, это урановая смолка. Ну, уранинит. Следующее. Действительно, все микрооремин. Это так, счетчик телефона. Личный, честно. Хороший счетчик. Он дорогой. Это вот, то, что я со счетчиком намерил, нахожу вот на этой самую руду и насобирал. Свою скучку. Потом набирал самые лучшие образцы. А этот шахт, она закрылся верным плитом и заборчиком таким огорожным. Ну, в общем, если надо, то залезть можно. А, это вот. Мы оттуда выехали и поехали в сторону Валышского озера. И, вот, остановились на таком месте, называется Недозеро. Это физические позиции. То есть, как бы, памятник стоит фидом убитым. А если такое проще, это по 44-му году. То есть, видите, я потом что-то там ходил. И вот, такая вот луна на дозре. То есть, как бы, офигительно красиво вообще. Как будто бы нарисован. То есть, ну, это реально сфитографировано. То есть, я это все не могу. О, а это у нас, типа, лакомые камушки. Там же, рядом с физкими позициями. Я один для кого-то долгомушка, а у нас здесь их потом нашел. Не ходать бы на телефоне так. Так, эээ, так. Мы с Карамой. Нет, не Карамой не надо. Давай мне Чуку. Так вот. Значит, есть такое место на Белом море. Чудяк. Это вот. Там есть, вот как раз, за то хое озеро, так же называется. Там есть остров Корундун. Вот мы, естественно, поехали на остров Корундун, который еще называется хит-остров. Хит-остров. Чтобы собирать колеса к рубинам. Ну, краска Корундун. Вот. Приходим туда. А вот есть здесь переправа с плотом. И здесь вот еще провода натянута. И плот на той стороне. А, и вам там, блин. Типа, кто там, типа, стоит на острове, блин. Плот, пригоните. Добавь внимание в какое-то зрение. Вот. Идти дальше. Ну, вот, короче говоря, вот такая вот здоровая протока между берегом и островом. Короче, полный обдор. Вот. Знаешь, тогда я попросил Санякова. Санякова, типа, давай, типа, сплавай. Типа, жизнь на снарягу. Сплавай-ка-то, типа, за плотом. Вот. А я говорю, вот, мне лениво, мне лениво, да и холодно, типа. Я говорю, я тебе принесу вляшку спирта, и все снаряжение. От машины до озера, там где-то километра, два с половиной, три по пересеченной местности, вот по таким вот скалам. И по ущелью. Короче, жопа полная. Вот. Все снаряжение, типа, на себе принесу. Ну, типа, Санякова. Санякова. Вот я принес снаряжение, типа, Санякова по полку. Знаешь, по атаке боевых пловцов. Вот. Да, вот он. Оказывается, на острове никого не было, а плот торчал там из прошлого года. Вот такой же мусор напал, и все. Вот он отрезал веревку и, типа, пригоняет плот обратно. по полу. Это вот одно из мест добычи вот этих вот, ну, грубин. Второй. Вот. Вот. Вот такой вот островок красивый в заливе озера. Чистый камешка, одно дерево растет. Вот. Это вот здесь вот. Если хорошо увеличить и присмотреться, тут можно увидеть такие красные приставки. Вот это второе. Вот, короче, берешь такой булыжник и уколешь. И добываешь оттуда, значит, король. Вот. А это вот по поводу вот Карелии. Вот. Вот видите? Массовое самоубийство. Ну, там столько комаров. Вот. Это вот мы штурмуем разрушенный мост по месторождению, которое называется, вот как красный лунный камень. Если смотрели, это вот оттуда. Месторождение называется Длинный Ламбин, по-моему. Вот. А, в общем, короче говоря, мне было страшно. Это я еду на машине. Потому что мост, по-настоящему, он прочный, но такое впечатление жутко происходит. Вот. Американцы получили моральную травму, кстати, как я это показал. Точнее, европейцы. Европейцы. Ну, они такое только на картинках видели. Вот. Это вот чуть-чуть красиво. Карелия. Карелия, да. То есть на скале стоит. Вот это самое месторождение. Эти самые длинные ламбины. Вот здесь вот как раз вот этот вот лунный камень я добывал. Они, короче, приехали какие-то любители, то есть которым нужно было большей армии лунного камня. Вот этот вот самый лучший разрез с ним приволокили помпу. Дизельную. То есть как-то прицепную к машине. И, короче говоря, по-моему, дай бог памяти четыре дня окончали. То есть уровень воды по воду. Вот столько вытащили, и помпа накрыла. И такая нихриназленно это самое. Нормальная лома камня не достали. Я просто уходил на велоскопуде с сапога и собрал маленькие кусочки осколочки. А это Чупинский кубарк Белого моря. Вот это море, во-первых, там растут... Вот это море, там есть морские звезды, водоросли. И там растут, живут, точнее сказать, мидии. А мидии, как вы знаете, можно есть. Вот. И вот, когда от них можно взять этилог или там, я взял чайник. Из этого чайника, в сапогах, в этой самой... В вашей накидке, в этой самой... У флеймдарни. Немецкой шапке, значит, с чайником по берегу моря. Это... Тинка, вот это что-то выглядело... По-моему, в мире странно. Но вот я наловил мидии, этот полный чайник мидии этих насобирал. Я сказал, да, а что ты какую-то ерунду собирает? Там, да, и надели этих мидий. Вот. То есть, как бы, типа, все усеяли. Вот. А в следующий раз уже, вон, сатана их срывал. Что, берешь мидии, приправы, водички кусать, их закипели, на мидии, типа, вываливают, потом это скинуть. Очень вкусные ракушки. Вот. Так что, рекомендую. А это вот такой коллег, чем я тоже. Такие скалы, заводистые. И, аффинительно, глубокая вода. Прозрачная. Вот. Вот. Здесь добывали... Так, следующую. Нет, нет, следующую не фуку, а скучин-папку. Давай еще эту какую-нибудь. Так вот. Давай, коробочку покрашем. Лучше пол-хуи пока где-то. Ну, да, короче, лес северный, ближней тундре. Красиво. Красиво. А это полярный круг. Вот. Тут все увешано буквально. А еще очень прикольно, блин, это самое, не знаю, с чем связано поверье, блин. Еще увешано, тут сам, кроссовки влюблены и ботинками там, с доптанными. Вот все деревья. Буквально. А это ездили наши фури из Митера. Заход до нас. Отметились. Вот это так называемая краснодорога. Если, короче говоря, убрать пейзаж практически как в Африке. Действительно алая дорога абсолютно. Это ягод на выси гора. Вот. Это вот Белое море. Это такой цвет имеет, потому что там вдалеке плавают эти льды. Вот. Вот. И вот здесь вот цинокварт самосвета добывали векисты. Вот. Векисты мы с Карамой. Причем там векисты крутые. Их даже в Ветикан заказывал. Щетки, не знаю, с каким хреном в Ветикану понадобились эти щетки, но считается, что... Причем они такие... Очень интересно, бывает, узнает все векиста. Не фиолетовые, а фиолетово-пепельные такие. Это они очень ценили. Вот. Вот. А это вот... Это не аметист. Это флюорид. Вот если такой кусочек отколоть и положить на горячую печку, в темноте, он начинает светиться зеленым светом. Вот. А это вот такие вот... Это тоже флюорид. Вот. А это вот аметисты. Круто, да? Как звезды. Это вот кристаллы такие. Кустота с кристаллами. А вот здесь, в этом домике мы жили. Синкао. Вот. Ашинная стоит. У меня раньше было Нива. И вот домик. На самом берегу моря. Вот. Вот. То есть, в этом доме я плавал. Крыжик раз готовил. Килит бывает просто пульный. Плавает. Вот. Вот так вот внутри мы жили. Вот. Солерогаз. Печка под керосином. Керосином. Вот. Ну. Спать попал. Вот. Окна все забиты. Полиэтиленов. Полный. В принципе, неплохо. Лучше, чем в палатке. Был таким, чем вот. Вот эта сосна. Вот эта сосна. Она только подула в салках. Вот такой способ. Потому что ветра дует. С моря. Вся расти такая вся. Революционная. Так. Давай следующую. Давай в Мозерск сразу. Сейчас. Потому что все это самое. Потому что, может быть, народу. А. Даже собственность. Короче говоря, это я пошел. Не раз собирать, а потом полез на город. И уточнили все раз из самого. И когда... Я понял, что мне надо перемещаться. Ну что делать? Начал рисовать стрелки на дороге. И писать жарки. Пошел туда. А. Ну это я был Умбозерской шаркой. Вот видишь. Камни. Бегерадиацию. Вот это Умбозерский. Это здесь была обогатительная фабрика и шахта. Вот. Вот это АБК. Аминистративно-дотовой корпус. Это дробилка была. Здесь было здание фабрики. Такую. Здоровую. Его все разобрали на металл. Вот. Все радиоактивно. Все радиоактивно. 80 микрореген в час. Вот это АБК. Ну понятно. Радиоактивно. Планов не К. А если там со стены есть кто-то. Это показывается шахта? Да это показывается штрейки, которые там под землей. А 50 микрореген, которые там проникли. Это вниз, да? Да. Это все, что под землей. Вот смотри. Вот АБК. Вот АБК. Вот АБК. Вот АБК. Это подземный телефон. Защищено это все вообще. Это вот Штрейкл Дабысь. Вот. А вот это вот единственная ягодоборошка, которую мы нашли. Потому что был не урожай мороженого, но красивый ягод. Зато грибов просто пиздец был. Это вот Лавазерский тундр уже. То есть вот мой УАЗик уже, я уже с УАЗик поем. Это Сенкаунская Нива. Стоит. Мы тут ходим, смотрим. И, блин, куропатки отсюда полетели, блин, нафиг. Вот. Это такая дорогая у Лавазерских тундров. А это, между прочим, это не просто березки. Это тундровый лес. Видите какой? Гарежный. Называется Кривовесь. Да. Ну, это я иду на 61-й пигматин, так называемый. Это вот такая вот речь, второе восточное ручей называется. Ну, эти активные. А это вот, эта штука называется Снежник. Вот. Она лежит всю ветвь и практически ледник. Вот. А это комары. Ну, на комары есть. А это вот та шлагерь, ну, вот в этом Кривовесь, в этом лесу. Причем, самое интересное, то есть, как он... Палки, хрен зажжешь. Вот. Но зато, когда они горят, горят в высокой половине не горят. Но зато, когда горят очень... Долбит горячо. Говорят, вот. Это я. А это... Туча наползла. Поскольку... Это тундра, но она... Ну, не на вершине горы, но на горе. И там облака ползают практически по горе. И вот облако наползло. Причем, это ночь. Это вот полярный день. А это на следующий день мы отправимся вот на флору. Вот. Вот такое холодное, мокрое, противное. Обычный георгий по такому и лазит. А это преодоление хвостного трепетствия. Вот. А вот флора, высота флора. Гидрическими. Да. Вот и Гвозерский Тутр, там, дальше Лаозеро. Вот. Вот. Тутры и лес. А вот и поселок Лаозеро. Вот. Да, да, вот это и поселок. Ну, и все понятно. Это джан. Так вот. Короче говоря, эта лагувозерская шахта, она тут о том, что там есть в объеке федерального значения пыл, точнее сказать, типа минеральная, так сказать, жило-шкатулка так называют. В общем, гидовые жилы, фиолетовые минералы, все гидротурные оттуда и живы на столе. Жило-шкатулка и минералы с этой шкатулки, короче-то, хранимся буквально очень, и в итальянском месте. Сверху не есть. Редкие минералы. А можно еще это самое, можно еще шаривалу. Так, это, вот самое, озеро. Вот, вот так у меня палат. То есть, столик, это самое, это там у палат, у меня это в метро палат, кем-то угодно. То есть, там, походство, остается на рогаску, там не холодно спать было. вот, вот, да? С толстого, какая-то жрачка. Вот. Вот. А вот это, вот эти зерна, это гранат. Красный гранат, амантин. Амантин. Это вот, месторождение называется, шаривара. Гора шаривара, гранатовое месторождение. У меня есть гранат, оттуда, наковырили. Вот, с нее очень красивый вид, она в тайге стоит. Амантин. Со всех сторон, тайга, и обзор. Вот. Тайга. Дальше. А это вот, гранаты на пол. Вот, здесь, короче говоря, подрывали, потом, забирали, как материал. Взрывы, просто короче, вообще. Вот, это вот, потому что зерны, вот они рядом со всеми. А вот это вот, на трассе, то есть, это вот, дорога идет. Это, родник. А вот это, месторождение Пиртима. Там, амазонит, такой бирюзовый камень, и еще там, разные всякие. Вот, можно видеть, вот амазонит, вот амазонит. Там, ну, в общем, дофига. А это, вот это, типа, местные, типа, дети, геологические, которые так ввозят периодически. Они построили катапу. То есть, это, а вот, кстати, вот эта света знаменитая, в которой он, тогда, столики тоже лежит. Вот. Это, вообще, кристаллов амазонита. По роде. А, ну, понятно. Вот. Большой кристаллов амазонита. Так. Все. Включаем это самое, можно теперь минералишку посмотреть. Так. Так. Так вот. Народ, вот минералы. Вот минералы, типа, вот царь, да? А каждый песок я предложил, типа. Объяснительный, который отдал деканата Раича. Ваната слава вернуть. Да? Простите. Так вот. Значит, если на начальнике, как говорится, с самого начала, то вот это, значит, коррудовые, это вот этот минерал, коррудов, куда с этого плавал. А вот рубинчики. Здесь этот самый, здесь вот, вот, вот. Вот. Это кварц стекловины. Почему? Вон, здесь, ну, в принципе, вот. Ну, на самом деле, он, вот, здесь, одна ясно. Рубины, по сути, слоид, ну, это коронавирус. Вот. Каинский коронный! Вот. Это коронавирус. Вот это вот самые шахты, которые затоплены. Очень интересно получается. Я пошел в ОБК и нашел случайно сосудный запрещающий сквозь. В том числе, я просто слышу шахатуху, которая подруга. А у нас сейчас что угодно? А сейчас мы сделаем, у которых нужно это само обладывание. Вот это радиоактивное, а это радиоактивное. Вот смотрите, вот там узерит. Как мы не увидим? Ловчерит. Это ловчерит мы лазили в шахты. На узеле, это самое... Ущелье Каммана, короче, забывали. Вот ловчерит для того, чтобы убывать труда на редкий металл. Вот, земельный элемент. Но он радиоактивный, потому что здесь тори есть. А самый радиоактивный камень, это вот этот. Можно поверить даже, что ли? Значит, это ураненит, урановая смолка. Основной источник получения урана. Да. Смотрите. Вот счетчик радиации. Естественная радиация не должна превышать 15 микроэнерген в час. Берем и включаем. Побежали. Сейчас все умрем. Всем страшно? Да. Прощайтесь с потенцией. Ты до 8. О, дляоактивный фон. Более 15 микроэнген. И дальше нет? Нет, он безжимочный. 6,27. 671 микроэнген в час. Короче, сколько? 15? Да, 15. То есть это еще допустимое? Нет, это не допустимое. Это превышение. 15,600. Почти 700. Ого. И поменьше. Вот, 20. Вот, посмотрите. Фильм побежал. Сколько вам надо носить в тусар, чтобы стать безходом? До одного камешка хватит. Да. Съешьте ловчариты, и у вас вырастет холод. Да, да, да. И отпадет кое-что другое. Да, что-то сюда прыгает. Съешьте ловчариты. Съешьте ловчариты. Съешьте ловчариты. 278 микроэнген. Но это свинья только у юриста. Но меньше у рамки. Это Тори. Тори, за Тори. 17 8 cope這ко твердим у меня, 때 от décорезки, тоETH следоват на посьбой. Jobs специф 不是 направлен в т miałтип�е, достаточно Ukraine. 認為, страх, Достатки и многое. Но вы так не 오�айте.